Девушки отдыхают 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 202-11-22, телефон прямого эфира. Сегодня мы для вас приготовили тоже очень хороший музыкальный подарок. Билет на концерт группы «Чаев». Если вы любитель, ценитель качественной, хорошей рок-музыки, если вы вдруг мечтаете попасть на концерт, то смело сегодня можете звонить нам в эфир, петь любимые строчки. А ребята будут сегодня, ну не знаю, строгими, но справедливыми членами жюри. Будем сегодня в конце эфира подводить итоги. Спой, Светик, не стыдись, если хочешь получить билеты на концерт группы «Чаев». Звоните 202-11-22. Ну что, мы сегодня здесь собрались поговорить о творчестве, об успехах, о планах, вообще просто поболтать о том, как у вас дела. Как дела, Алла? Дела очень здорово, круто. Мы за это лето побывали во многих городах, от Севастополя до Краснодара. Очень многое произошло, очень много повидали. Ну и на прошлой неделе мы выиграли автомобиль. Подумаешь так? Автомобиль-то. Вот, ну, как казалось, что в наше время выиграть автомобиль можно только на телевизионном шоу «Поле чудес», а оказалось, что все не так. И мы действительно сражались за победу и выиграли. Да, есть, оказывается, в наше время честные конкурсы, и это не может не радовать. А как так случилось, что вы заявились на конкурс? Что за конкурс вообще? Как это происходило все? Ну, через контакт мне пришло сообщение о том, что вот можно поучаствовать в конкурсе. Мы подали заявку. Конкурс называется «Датсун за таланты». И происходил конкурс… В два этапа. В два этапа, да. Это был полуфинал и финал. Это музыкальные, да, такие таланты какие-то? Нет, это конкурс талантов что-то типа «Минута славы». То есть каждый участник выходит и показывает свой один номер. Если это танцор, он танцует, ну, там под один какой-то трек. До пяти минут дается. Мы играли одну песню нашу. Была такая история, что в родном городе, то есть в Самаре мы не смогли сыграть, потому что я заболела. И 15 августа у меня просто не было голоса. И слава богу, режиссеры этого мероприятия пошли нам навстречу, и мы смогли сыграть в Ульяновске. Поэтому мы представляли город Ульяновск и… В финале. В финале. В финале все думали, что мы из Ульяновска. Так, ну, это наши ребята. Никакого Ульяновска. Но в любом случае город этот вам помог спротануть и пройти в такой удивительный, мне кажется, мир музыки, творчества. Сереж, ты вот как вообще? Как автомобиль-то поделиться? Не знаю пока еще. Надо его получить. Получать будем в Самаре. Вот. Я думаю, что-нибудь придумаем. Ну, что-нибудь забрендировать как-нибудь. Будете кататься на концерты. Ну, кстати, как вариант, что группе нужен автомобиль, чтобы ездить в туры, потому что делать это на личном автомобиле всегда сложно. Вот. Посмотрим. Я думаю, что в любом случае этот автомобиль будет во благо группе. А сколько человек, сколько участников было вот именно там? Было 12 городов. 11. 11 городов, и финал проходил как раз в Краснодаре. И там как раз в этот день отбирали краснодарских участников. И, соответственно, вся Россия соревновалась. В день финала был еще полуфинал в Краснодаре, где они отобрали одного из представителей города. Да, да. И через какое-то время, там, чуть позже, через час, начался финал грандиозный такой. Волновались? А? Волновались. Волновались, потому что, на самом деле, конкуренты такие были серьезные. Были сильные, серьезные конкуренты. Да, действительно, потому что отобрали лучших из России, и все участники были достойны. Было пять участников на призовые места. Да, было так, что... Соответственно, три человека на первое место. Да, четыре члена жюри, и пятерым поставили четыре пятерки. Мы входили в эту пятерку. Вот, и в итоге потом распределили места. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, у вас есть вопрос в группе, или вы хотите поучаствовать в нашем песенном конкурсе? Ну, вообще, в конкурсе хотела бы. Ну, давайте, друзья, вы запоминайте. Мария, что поем? Ну, скажем так, я петь больно не могу, я могу только строчки назвать, песни. О, надо петь, мы сегодня прям за вокалом. Мы можем подыграть вам, если что. Хотите? Подпеть. Ну, я, честно говоря, не совсем помню эту песню, просто мне как бы она нравится. Ну, давайте попробуем. Пять-ноль, пять-ноль. Пять-ноль, пять-ноль, Аргентина. Какая боль! Давайте вместе. Какая боль! Какая боль! Аргентина, Ямайка, пять-ноль. Ладно, наш первый чайфник, спасибо. Ничего страшного. Спасибо. Мария была первой, мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты на концерт группы «Чайф». Если хочешь попасть на концерт любимой группы, спой пару строчек в прямом эфире. У нас тут жюри, который вам и подпоет, и подыграет, и, собственно, даже потом в конце программы будем подводить итоги. Ладно, про этот конкурс мы поняли. Автомобиль, так понимаю, большой, красивый, вам достался. Какие были эмоции вообще, и как это все происходило? Видела в Инстаграме фото, видео, и там вообще просто, конечно, невероятно. Ну, начнем с того, что на конкурсе нужно было представлять один номер. Для нас это казалось каким-то нереальным моментом, потому что, ну как это, за один номер показать все самое лучшее, наверное, нереально. Андрей начал учить жонглирование, Сергей глотать шваги. Мы подумали, что нужно делать шоу, нужно играть от души и показать все, на что мы способны. И, собственно, мы это и сделали, и после того, как мы сыграли эту песню, песня маленькая у нас была. Это не маленькая песня, это название песни, да. Жюри нам говорит, вы знаете, ребята, все хорошо, но у нас ощущение, что вы играете не живьем и поете тоже не живьем. У вас фонограмма. Ничего себе. Ну, конечно, мы опешили, да, и они нам говорят, ну давайте сыграйте еще что-нибудь, и мы посмотрим, по правде вы играете или нет. Ну, и, собственно, мы играем вторую песню, ловим кучу аплодисментов, публика была безумная. И, на самом деле, для меня уже было все равно, выиграем или нет, потому что настолько мощная энергетика от зрителей, что вообще космос. Куражились как могли. Да, и в итоге, в общем, мы сыграли вторую песню, и они, видимо, поняли, наверное, я не знаю, поняли или нет, что мы играем живьем. Ходили там, выглядывали, где тут у вас, да? Вот, ну и, в общем-то, все. И получается, что мы были единственные конкурсанты, которые сыграли две песни и показали два года. Ну, что, дорогого стоит. А у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Любовь. Любовь. Как здорово, что вы нам позвонили. Когда звонит Любовь, мне кажется, это прекрасный вообще момент. У вас тоже, я так понимаю, есть музыкальные какие-то предпочтения? Вы хотите попасть на концерт? Да, я с удовольствием попала на концерт Экали Костиной и на концерт Чейсов. Любовь на концерте Экали Костиной. Это здорово. Мне кажется, там всегда любовь на концерте. Поблагодарить вас за ваше творчество, потому что мне действительно очень импонирует и ваша музыка, и ваш прекрасный тембр голоса. Спасибо большое. Красивые песни. Очень приятно. Любовь, ну мы будем пытать сегодня счастье? Будем. Обязательно. Давайте. Что споем? Так, ну так все вместе, хорошо. Давайте. Так, все готовы? Да. Итак, три, четыре. Бутылка кефира полбатона. Бутылка кефира полбатона. А я сегодня дома. А я сегодня дома. А я сегодня дома один. О-о-о-о. Отлично. Какой джамм-сэйшн пошел. Здорово. Любовь. Вы становитесь вторым претендентом на билеты на концерт группы Чаев. Спасибо большое, друзья. Это не так страшно, потому что такая группа поддержки. Я думаю, что здорово будет, если вы позвоните и споете. И зададите или зададите вопрос нашим сегодняшним гостям. Ребята с удовольствием на них ответят. Так. Я знаю, что в вашей жизни этим летом был и еще один конкурс, еще один фестиваль. Точнее сказать, что это было, где это было, как это было? Андрей. И мы, если говорим сейчас про Крымфест, да, у нас был такой фестиваль в этом году. Тоже было очень много полуфиналов, и финал был. Ух, вам пришлось. Мы попотели на самом деле. Попотели во всех смыслах слова. Крымфест, да, попотели во всех смыслах слова. Но нам радость. Да, мы, в общем-то, прошли на главную сцену фестиваля Крымфеста и съездили в Крым. Первый раз были. Да, первый раз. Понравилось? Очень. Очень классно. Съездили, получили кучу позитивных эмоций, как от фестиваля, так и от Крыма. Поэтому, в общем-то, мы довольны всем, что произошло. Ну, и такое автопутешествие длинное. У нас никогда такого не было. То есть вы на автомобиле? Да, мы успели порепетировать и в Севастополе, и побывали в других городах. В общем, сыграть именно репетицию в каком-то другом городе для нас было необычно и впервые. Ну, заручились ли поддержкой теперь нового, не знаю, штата поклонников? Выросло ли количество людей в ваших группах? Пишут ли какие-то другие города? Как это вот отслеживали? Конечно. Фидбэк всегда большой. После каждого концерта какой-то фидбэк есть. Зрители пишут всегда в комментариях, что наша музыка их вставляет. На самом деле, очень приятно, что год от года, от концерта к концерту мы обрастаем качественной, теплой публикой. Это здорово. Да, у нас не было пока ни одного концерта, который не принес бы нам фидбэк, не принес нам новых слушателей, хороших комментариев. Это очень приятно, это очень радует. Находить отзыв. Раз говорим о том, что ребята куражатся, зажигают на сцене, есть у меня одно видео, клип или съемки, как это называется, концерта на песню «Расстаюсь». Давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. Ждем ваши звонков, друзья, 202, 11, 22, вопросы группе. И также наш мужикальный конкурс «Хочешь попасть на концерт группы «Чай»» «Спой, птичка, не стыдись». Давайте смотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Расстаюсь и возвращаюсь. Расстаюсь и возвращаюсь. Разделили города. Нежною Настю кидаюсь, Влажным следом на губах. Только параллели Снова вспомни обо мне Запах сигареты Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! вам, ребят, быть в жюри каких-то конкурсов? И каково это, вот, по ту сторону сидеть и оценивать кого-то? Один раз мы с тобой были в жюри. Да. Что-то как-то, Андрей, очень так негодующий голос. Были мы в жюри один раз. Да, причем, как-то странно, мы туда попали, мы были в жюри конкурса хип-хоп исполнителей. Я в этом ничего не понимаю, скажу вам правду. Вот. И приходилось просто отбирать по тому, как нравится тебе или нет, и по качеству текстов. Ну да, конечно же, в первую очередь приходилось оценивать там, ну и, конечно, общие впечатления, конечно, и музыкальную подачу. Артистизм, да, музыкальную часть. Конечно же, тексты, потому что многие пишут, ну, просто отвратительно пишут тексты. И, к сожалению, да, очень много мата. Ну, это как бы мы сразу отсекали такое, потому что это неприемлемо. Ну, и вообще мы неприемлем негатив, мы больше за светлое, за чувства, за эмоции, за все самое хорошее. За мир во всем мире. Да? Мы сейчас что будем исполнять, если кто знает, подпевайте, друзья? Что за песня? Песню «Не я» в вариации, которая у нас сложилась вместе с солисткой группы Total, Марины Черкуновой. Кстати, прежде чем вы включите, как так произошло, что вы нашли друг друга? Группа Total — это ведь действительно, если кто не знает... Да, легенда. И Марина, собственно, я так поняла, что она сейчас тоже занимается творчеством и духовными практиками в том числе. И вот как вы нашли друг друга? Я благодарна интернету и всем гаджетам, которые теперь у нас есть, потому что интернет действительно — это сила. И случается так, что люди, которых ты слушал на кассетах... Танцевал на дискотеках, Да, они тебе отвечают, и ты с ними можешь общаться. Ну, это здорово, это волшебно. И я давняя поклонница группы Total, и... Честно говоря, даже не помню, как все закрутилось. В общем, сложилось так, что мы с ней стали общаться, и, послушав наши песни, она сказала, что ей нравится такая-то песня. Она сказала как раз про песню «Не я», и... В общем, сама предложила сделать дуэт. Ну вот, и мы сделали дуэт, и все здорово. И все? И все? Да, собственно, можно слушать. Давайте послушаем. Сегодня, правда, без голоса Марины. Ну, в наших головах. Ты ходил по городу с ветром в голове, он сорвался с дерева и прилип тебе. Так ходили долго, молча о своем. Он мечтал о лучшем, ты же обыл он. А-а-а-а-а... В какой правды еще хочешь Я наизнанку себя выверну. И зря стараешься скрытить Я все сломаю и все выкину Не я, не я, не я 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 Мои мысли, твои чувства Стеной плача любви густо Пусти время и стань легче Сам знаешь, кого лещит Не я, не я, не я Не я, не я, не я Я бы стала первым снегом Укрывавшим образ твой А-а-а-а-а И растает на ресницах Навсегда была с тобой Полом, полом, полом Не я, не я, не я Не я, не я, не я Не я, не я, не я, не я Ну, вот так. В прямом эфире здесь, в студии универсального формата. С вами группа Алла Костина. 202-1122. Телефон. Звоните, задавайте свои вопросы, но также участвуйте в нашем музыкальном конкурсе. Есть у нас телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас зовут? Елена. Елена, очень приятно. Знакомо ли вам творчество группы Аллы Костина? Ну, вот теперь знакомы. Теперь знакомы. Ну, как впечатление? Первое впечатление, оно говорит о многом. Что скажете? Мне очень понравилось. Прям замечательная группа. Спасибо большое. Спасибо. Вот так вот. Так, Елен, если вы выиграете билет на концерт, с кем пойдете? С другом. Ага, ну вот. Если с другом вышел в путь, друг вам сегодня не подпоет? Нет. Так, что поем? Ну, мы вам сможем помочь. Я, знаете, я плохо знаю слова, а песня не со мной называется. А с какого момента вы хотите петь, чтобы мы так сейчас... Я узнаю начало и припевать. Ну что, с чего начнем? Давайте мы под... Запускаем марки от сужих конвертов. Давайте. Давайте вместе так. Знаете слова, ребят? Слегка. Сергей там... Забираю марки от сужих конвертов. Запускаю мысли. Так легко. По ветру. Я тебя не встретю. Больше ты не увижу. Не увижу больше. Да. Ты не со мной. Ты не со мной. Ты не со мной. Ты не со мной. Ну вот как-то так. Ну, практически попали. В любом случае, спасибо вам за смелость. Вот уже три. Три у нас таких основных претендента. Остается у нас буквально десять минут, друзья. Дерзайте. Группа Чаев вас ждет. Группа Аллы Костиной. Еще, я думаю, споет для вас специально. Но если вдруг возникнет у вас желание что-то спросить, что-то, может быть, сказать, не стесняйтесь. Далее. Я так понимаю, лето закончилось. Фестивали продолжаются. Где, когда, как вообще мы вас можем увидеть и послушать? Ну, пока ближайшего ничего не планируется большого. Посмотрим. Вполне возможно, будет сольный концерт. Может быть, в ноябре. Посмотрим. Мы готовимся и хотим сделать хороший большой сольный концерт с большой программой и с большим шоу. Вот. Мы сейчас как раз над этим работаем очень плотно. Поэтому скоро, очень скоро. Сережа, вот такой вопрос. Сколько уже сейчас лет получается вашему коллективу? В районе шести. В районе. Плюс-минус. То есть, ближайший огромный юбилей, это еще жители... Еще далеко. Далеко. Ну, почему же? Ну, я надеюсь, что к этому времени мы уже будем известной командой. Конечно. А вы сейчас что, неизвестная команда? Ну, мы сейчас известны в узких кругах, в кругах андеграундов, в кругах музыкантов. К сожалению, большая аудитория нас не знает. Ну, сколько песен вы уже записали? Есть же какой-то... У нас есть альбом полноценный, плюс у нас есть несколько синглов. Я очень надеюсь, я написала в планах, что в эти полгода мы должны записать песни для нового альбома, потому что уже невыносимо играть старые песни. Они есть, они есть, и просто надо сесть на студию и записать. Да, и... Что значит невыносимо играть? Мы их только выучили. Вот. В общем и целом планы большие, работы студийной. Я хочу выпустить качественный второй альбом так, чтобы он был вообще прорывом, чем-то новым, грандиозным. Это будет русский язык? Конечно, русский язык. Мы живем в России, я говорю, и только на русском. Ну и правильно. У нас есть звонок, друзья. Расшевелилась публика-то. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Очень приятно. Лариса, давайте петь. Давайте. Что поем? Ну вот, сегодня группа «Чаев» уже звучала. Я думаю, что, наверное, нужно что-то, что все знают. Давайте. И песня «Надежда» вот есть такая замечательная. У группы «Чаев»? Здесь незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди будут. Здесь у нас холодные светы. Здесь на небе рядом нам пути. Ждут замысловатые сюжеты. Надежда. Даже подпевать не хочется. Там отлично. Упас земной, а удача, награда засмелась. Вам, ребята, отлично. Снова на одной, чтоб только о доме в ней пелась. Удачи вам, ребята. Спасибо. Вот это заявка на побегу. Как заявка. Решили прыгнуть выше всех. И да ну, Чаев, что мы сегодня слышали. Мы про надежду. Это еще с такими комментариями в стиле хип-хоп. Приставил. Случился. Спасибо большое. Повеселились мы и послушали вас с большим удовольствием. У нас остается не так много времени. Друзья, дерзайте. Может быть, мы все-таки услышим мужской вокал. Сегодня у нас девушки лидируют, опережают. Но вдруг кто-то из мужчин захочет сходить на концерт группы Чаев. Звоните. 202-11-22. Знаю, что у ребят приготовлена еще одна композиция, которую я знаю наизусть. Здорово. Да. Вот скажи, пожалуйста, на самом деле, ведь здорово, когда все подпевают, когда все знают слова, и когда ты вот в это вот входишь в состояние. Что ты? Закрываешь глаза. Я не знаю. Это магия, это волшебство. Ни с чем не сравнится это ощущение, когда ты видишь восхищенные взгляды из зала, когда ты видишь, что поют твои песни. Это по-настоящему волшебство, потому что это же здорово, когда твоя музыка находит отклик в чужом сердце. И в плейлисте ВКонтакте. Да. Собственно. Лукавить. Давайте, Петя, мы ждем ваших звонков. Примем звонок давайте сейчас, а потом споем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно вас слышать, но тут у вас сейчас сложная задача. Всех переплюнуть. Что будем петь? Пусть все будет так, как ты захочешь. Ну давайте. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза как прежде горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, ну а впрочем, следующей ночью я опять у тебя. Спасибо. Спасибо большое. Ну, друзья, у вас, я надеюсь, сейчас в голове что-то более или менее уже определилось. Пока поют ребята, у вас есть еще шанс. Алла Костина, позвони. Редактор субтитров А.Семкин Позвони мне, если сможешь Здесь такое происходит В десять-семь и даже ночью буду ждать Позвони мне, если сможешь Здесь такое происходит В десять-семь и даже ночью буду, буду, буду ждать Нас манит звездное небо с собой Но не спешим жить вниз головой Я верю песням только твоим Оставь свой след Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, друзья, это Алла Костина И хочется, кстати, вам еще некоторую информацию донести Сегодня открытие фестиваля «Французская осень» в Самаре И в рамках фестиваля «Альянс Францесс» Самара приготовила для вас концерты, спектакли, встречи, мастер-классы С участием французских артистов и не только Открытие фестиваля состоится сегодня в 18.30 в Доме актера Ну а официальное открытие завершится показом французского фильма «Если не ты, то я» Ну, в общем, если вам это интересно, приходите Я думаю, будет весьма, ну, как-то масштабно и по-французски гостеприимно Что же будем мы сегодня делать с нашими участниками нашего музыкального конкурса? Друзья, есть ли у вас какие-то любимчики, фавориты? Я за любовь Я тоже за любовь, она как-то ворвалась в эфир с таким позитивным солнцем Любовь на концерте, которая пела бутылка кефира полбатона? Ну, Андрей, твой голос решающий Я молча киваю Я соглашаюсь То есть мы за любовь Мы за любовь, да Мне, в свою очередь, понравилось выступление Надежды Точнее, не Надежды, Лариса, которая исполнила композицию «Надежда» Это было смело Да, и у меня есть для Ларисы билет на симфонический концерт Солист Александр Гиндин в филармонию вас приглашает Если будет времечко, мы с вами, конечно же, я думаю, с большим удовольствием и там встретимся, и посетим, я надеюсь, все вместе, концерт группы «Чай» в том числе Ну, наверное, сейчас говорить о каких-то больших планах нет смысла, загадывать не будем Верим, что в ноябре состоится ваш сольный концерт Приглашайте, я надеюсь, с большим удовольствием Все придем Ну, а может быть, сейчас есть что сказать вашим зрителям? Камера напротив, Алла, Андрей, Сергей Что будем говорить? Минутка у нас остается Мы благодарим всех за то, что вы с нами За то, что вы нам даете шанс За то, что вы до сих пор в нас верите Мы сражаемся за мечту Мы верим в то, что у нас все получится И любви вам всем, любовь правит миром Как мы выяснили, и побеждают Андрей, что скажешь? Я присоединяюсь к словам Аллы И, конечно же, хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто с нами на протяжении стольких лет И всем тем, кто не так давно к нам присоединился Ну, Сергей, давай нашу камеру Друзья, слушайте качественную музыку и ходите на концерты Молодец! Это, в принципе, хорошее пожелание Действительно, качественной музыки вам Друзья, хорошего настроения Пусть это осень, которая так нас всех радует Хорошей погодой Продлится как можно дольше Вам спасибо, ребят Творческих успехов Всего доброго До встречи Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова